Продолжение следует... Вот Андрей Вадимович сегодня говорил о том, что в топе из 10 крупнейших аналитических центров мира представлены компании, которые не чистый ресерч. Вот Вадим Алексеевич как раз таки и представляет компанию, которая не чистый ресерч, но обладает большими гигантскими объемами данных. И что нам, социологам, социальным аналитикам особенно важно, что эти данные, они о социальных процессах, о человеке конкретно, о каких-то конкретных социальных группах. И на основе вот этих данных мы можем говорить и понимать социальные процессы в целом. Вадим Алексеевич, я вижу, что вы здесь, но у вас выключено... Да, Александр, я здесь. Всем добрый день. Сейчас я видео тоже включу, чтобы меня было видно. Так, да, всем добрый день еще раз. Александр, все правильно заметили. Действительно, мы не чистый ресерч, но очень активно смотрим в сторону этого направления. Я думаю, что я в целом расшарю сразу презентацию, чтобы они прошли, поскольку материал уже структурирован, чтобы было понимание, чтобы мы были на одной волне. Вадим, я, если позволю, немножко о регламенте, потому что мы вот предыдущую лекцию немножко затянул лектором. Действительно, была важная информация, не стал прерывать. Но давайте постараемся последние минут 15 посвятить вопросам от аудитории. Я думаю, что их будет очень много. И они не будут не только касаться того, как получить скидку на тариф от МТС, а будут так делать. Поэтому, если можно, Вадим, оставьте там какое-то время, для того, чтобы мы пообщались и задавали вам вопросы. Спасибо, вам слово. Александр, спасибо. Мы, конечно, уложимся в регламент. Я думаю, что даже быстрее все сделаем, потому что презентация довольно емкая. Постарался я такой сделать, по крайней мере. Скажите, видно ли экран? Да, видно, Вадим, все в порядке. Сейчас я запущу. Вадим, еще один вопрос. Мы введем запись. Если вы не против, мы запишем ваше выступление. А потом, опять же, если вы согласуете, мы выложим в YouTube. Опять без вашего согласия не будем. Хорошо, договорились. Мы это обсудим отдельно. Я знал, что вы будете вести запись. В этом есть смысл определенный. Точнее, большой смысл. Я бы сразу хотел отметить, что в НТС есть множество аналитических инструментов. В этой презентации мы не будем говорить об этом множестве. Мы расскажем только о том инструменте, с которым я соприкасаюсь лично. Команда довольно большая у нас, которая с этим инструментом работает. Мы понимаем, что этот инструмент связан с большими данными. Раз, два, что он связан с социальными процессами. В регионах, потому что, в принципе, про Россию мы будем говорить. Мы на самом деле только ощущаем весь масштаб этих данных, инсайты, которые можно получить. Поскольку все ограничено представлением человека о том, что можно сделать с помощью больших данных. На самом деле, возможности безграничны. Давайте тогда сразу к первому слайду. На самом деле, в этом слайде ничего не отвалилось. Все картинки, которые должны быть, они присутствуют. Что мы видим на этом слайде? На самом деле, я, когда готовил презентацию, думал, что сделать в первой странице. На самом деле, я сюда мог спокойно вставить черный квадрат Малевича. Но решил сделать более технологичным. Мы видим на этом слайде экранчики, какие-то девайсы. И это не случайно. Мы вместе с вами за последние 20 лет, кто старше, тот помнит еще 90-е, когда был какой-то телефон определенный. Множество было производителей. Какие-то ушли, страницы какие-то остались. И этот телефон больше напоминал военную рацию. Он был довольно дорогой, связь была плохая. Но с тех пор, как мы проходили постепенно вместе со всем остальным миром, цифровую трансформацию, которая стала модным, скажем, веянием последние несколько лет, но это было уже начиная с 90-х годов, когда стали коммерциализироваться, выделяются определенные частоты, диапазоны, стали развиваться гражданское производство, промышленность, связанная с телефонией. С тех пор в рынок массово стали поставляться определенные девайсы. Меня слышно, подскажите? Слышно. Все, отлично, хорошо. Хорошо, а то я слышал комментарии, что вроде слышно этот вопрос. Хорошо, стали поставляться определенные девайсы, линейка росла и так далее, развивалась. Почему об этом важно говорить? Просто потому, что компании стали копить дату, скажем так. Люди стали потреблять больше информации. Источников информации стало гораздо больше. Способов потребления этой информации стало больше. Способов взаимодействия с окружающим миром стало больше. Все то, что мы видим на экране, вот эти, скажем так, образцы, макеты девайсов, это лишь набросок того, с помощью чего мы взаимодействуем с окружающим миром, откуда получаем информацию, какие поставщики данных получают информацию о нас. То есть, если мы видим, например, справа, это веб, по сути, страничка, мы понимаем, что там, скорее всего, Яндекс, куда мы, как рядовые пользователи, пишем запрос, Яндекс понимает, по крайней мере, поисковики Яндекса точно это знают, какие запросы у нас наиболее востребованы, какие наименее востребованы, там прикручивается реклама и так далее. И в результате вот такой, с помощью петли обратной связи, поставщик услуг, Яндекс, это как пример, понимает, что нужно поставлять определенный контент, который мы, как пользователи, хотим видеть. То же самое Google, то же самое Amazon, все компании, и мобильные операторы, и МТС в том числе, поскольку я представляю МТС, все учатся понимать своего пользователя, а пользователь хочет получать только те услуги, которые ему интересны. Соответственно, копятся определенный объем данных. Я перейду на следующий слайд, чтобы проиллюстрировать, на примере коллег из команды «Вторая память». «Вторая память» – это ресурс, по сути, некий ресурс, который помогает копить данные о человеке, в смысле сам человек тогда загружает данные, и их структурирует. Соответственно, довольно полезный ресурс. Я, на самом деле, сам для себя его недавно открыл, но предлагаю вам тоже потом посмотреть. Это не реклама, это просто личная рекомендация человека, меня, как физического лица, физическим лицам. На этом примере можем посмотреть, как эволюционировали девайсы во времени, и, соответственно, предложение поставщика людям, пользователям, как, соответственно, можно использовать тот или иной продукт. Вот мы видим в 2005 году, вроде как все стартовало, там до этого, в середине 90-х, была военная рация, скажем так, некий дорогой прибор размером с кирпич. И вплоть до сегодняшнего дня, соответственно, и приборы эволюционировали как девайсы, с помощью чего мы взаимодействуем с окружающим миром, так и контент внутри. На сегодня мы понимаем, вот я бы, если был в аудитории, я бы спросил, у кого сейчас перед собой нет телефона. Ну, перед собой, либо там, не знаю, в портфеле, в кармане. Лет 20 назад я бы спросил, у кого есть телефон, да, поднял бы какое-то количество рук, да, поднялось. Сейчас, скорее всего, у всех есть телефоны, все поднимут руки, что телефон есть, никто не поднимет руку из тех, у кого нет телефона. Телефон есть у всех, короче. И это, получается, единственный довольно популярный и недорогой способ взаимодействия с окружающим миром и получения информации из него. И тогда мы переходим к вопросу о том, что такое большие данные. Довольно популярный термин, не только там, прошли, не только в этом году, да, там 10 лет назад, связан непосредственно с развитием технологий, получения данных, обработки данных и так далее. С точки зрения МТС, как поставщика некой аналитики, вот Александр, о чем вы говорили чуть выше, да, как ресерч, нетрадиционный ресерч. Мы понимаем, что данные должны быть агрегированы и деперсонализированы, и делаем мы это, потому что есть два федеральных закона, которые мы не нарушаем, не можем нарушить. И, соответственно, мы соблюдаем все правила, поскольку еще у нас есть в капитале компании международный капитал, то несколько юрисдикций, сразу довольно жестких и связанных с юрисдикциями США, связанными как раз с соблюдением тайной связи и прочее, они распространяются на нашу компанию в том числе. Поэтому все данные, которые используются в ресерчах, они как раз агрегированы и деперсонализированы. Но все они основаны так или иначе на активной абонентской базе. То есть все мы потребляем определенный контент, все мы звоним, пишем, нам звонят и пишут. Это такой нон-стоп коммуникация, как мы ее видим сегодня. И я бы хотел вот такой мостик перебросить к вопросу о том, что же все-таки большие данные, как это измерить. И я бы начал так обывательски. Все мы знаем, что такое Excel. Не все наверняка пробовали загружать какой-то массив данных, просто потому что не приходилось. Массив данных, который превышает способности Excel. Если я вот сейчас брошу такой вопрос в аудиторию, какое количество строк максимально способен Excel поглотить одномоментно? Он, конечно, будет очень долго думать, виснуть и отваливаться, но все равно он способен это сделать. Я отвечу на этот вопрос сразу. Где-то 1 миллион 50 тысяч строк. Это максимум. Вот, возьмем любой город-миллионник. У нас, кстати, есть правильный ответ в чате. Так. А какой правильный ответ? 1 миллион. 1 миллион, да. 1 миллион 48 тысяч строк. Все верно. Ну, смотрите, возьмем вот город-миллионник, любой. Поскольку мы про Россию говорим, и мы копим тату по России, да, возьмем город Уфу. Мы недавно делали проект по Уфе. В Уфе миллион, кстати, миллион 50 тысяч жителей. Вряд ли они подстраивались под Excel, но там действительно миллион 50 тысяч жителей города Уфа. Ну, мы возьмем миллион примерно, да, круглим. Каждый из нас, представим себе на момент, что мы там жители города, да, миллионника. Условно, у города-миллионника. Каждый из нас генерирует определенное количество событий. То есть звонит, пишет, ресерчит, что-то серчит в интернете, ресерфит, да. Соответственно, он получает входящие какие-то сообщения. И таким образом, где-то в среднем, ну, каждый из нас способен нагенерировать 20 таких событий в день. На самом деле это даже минимум, да, их больше гораздо. Вот, мы миллион умножаем на 20 событий. Это получается 20 миллионов записей. Соответственно, это уже 20 страниц в Excel. И это только один день. А давайте умножим еще на 30, и у нас получается 600 миллионов записей. А это мы только город-миллионник посмотрели. А давайте умножим еще на 150, потому что в России, ну, с округлением 150 миллионов человек живет, да. 600 умножаем на 150, и мы получаем уже какие-то запредельные цифры. Это уже сотни миллиардов, на самом деле, данных, сотни миллиардов строк в памяти. Это, соответственно, терабайты, сотни терабайт данных, петабайты данных. Ни один компьютер не способен справиться с таким объемом информации. И, соответственно, каждая компания, которая хочет поставлять определенное, определенного качества услуги, делать это быстро, копить дату о своих пользователях для того, чтобы поставлять правильный контент, нужный контент конкретному пользователю, необходимо таким компаниям копить и проводить вычисления довольно быстро. И, соответственно, моментально развивается инфраструктура данных, которая позволяет параллельным образом запускать так называемые параллельные вычисления. Когда вычисления распределяются по разным кластерам и происходят не на одном компьютере, скажем так, а на многих единицах мощных машин. И в данном случае, если мы говорим про большие данные, большие данные непосредственно связаны с пользователями, то есть с нами, да, и мы как пользователи представляем определенную силу, да, которую нужно учитывать. В данном случае также и градостроителям, просто потому что мы живем на определенной территории, мы на определенной территории существуем, хотим там, чтобы нам было комфортно. И что мы заметили, что очень много, да, как это можно применить, что очень много заказчиков, которые к нам приходят, они как раз связаны не только с бизнесом, который хочет понимать, а кто целевая аудитория, да, но и с органами власти, которые хотят понять, а как там лучше дорогу проложить. И мы понимаем, что есть определенные болезненные, скажем так, точки, которые нужно решить для того, чтобы как-то улучшить инфраструктуру в городе, да, сделать тот же курорт, предположим, более востребован, просто потому что мы с помощью больших данных говорим, кто является потребителем этих услуг, кому нужна вот эта конкретная инфраструктура. Наверное, я сделаю немножко так шаг назад и скажу, что основной потребитель до этого услуг больших данных и геоданных, большие данные в гео – это как раз большие данные, которые привязаны к какой-то географической точке. Ну, например, основным потребителем услуг геоданных, больших данных в гео, да, было и является на самом деле правительство Москвы. И я не ошибусь, я тебе скажу, что все началось как раз с приходом нового мэра города, который переначал стратегию развития города и больший акцент уделил как раз развитию транспортной инфраструктуры. А как можно развивать транспортную инфраструктуру, по сути, не зная, как перемещается население? То есть, имея такую аналитику перед глазами, понимая, какие там дороги востребованы, где они загружены, в какое время, с детализацией до минут, да, имея такую аналитику перед глазами, можно понять, где, соответственно, расшить юзкое место, точнее, где оно есть и как его можно расшить, какие можно варианты придумать и так далее. После этого, начиная с 2013 года где-то, стали активно сгубаться данные мобильных операторов и иных поставщиков данных для того, чтобы развивать, соответственно, транспортную инфраструктуру города. Если ее сравнить с ситуацией 10 лет назад и с ситуацией сегодня, это небо и земля. Москва всегда была богатым городом, и я бы не сказал, что за 10 лет это только прирост ВРП региона дал такую картину. Нет, на самом деле это сфокусированное развитие администрации города на том, чтобы развить инфраструктуру в нужном для жителей Рубсля. Если мы сравним эти две картины 10 лет назад и картину сегодня, вы увидите, вы поймете, насколько это просто, скажем так, разные миры даже. То есть сегодня жить гораздо комфортнее. И, соответственно, большие данные помогают сделать так, чтобы жизнь стала комфортнее. Вот на этом слайде видны определенные болевые, скажем так, точки, которые существуют так или иначе в любом регионе, в любой территории. Если мы говорим про численность населения, ну, представьте, мы все где-то прописаны. Кто там в другом городе прописан, но фактически живет в Москве. Бывает так, что вот я, например, прописан в одном районе города, но последние 10 лет живу в совершенно другом районе. Это нормальная картина, нормальная история. Вопрос в том, что когда администрация города или муниципалитета пытается собирать какую-то статистику, рассчитывает что-то, ну, например, количество мест в детских садах, исходя из людей, прописанных в паспортном столе, то картина появляется искаженной, просто потому что в паспортном столе может быть прописано 100 человек, но при этом из них 90 живут в совершенно других районах города. Вот, и, соответственно, возникают внутри такие диспропорции. А данные мобильных операторов, в том числе МТС, как крупнейшего в России поставщика и, в общем, оператора, позволяют увидеть фактическую картину. То есть мобильные операторы МТС научились видеть фактическое распределение населения на территории, вплоть до того, чтобы понять, какое количество людей, понимание получить, какое количество людей живет на территории 500 на 500 метров в таком-то районе города, фактически живет, где она фактически работает. И к нам довольно часто приходят как раз коллеги из транспортных компаний, которые развивают транспортную отрасль в том или ином регионе или пишут стратегии. И мы вместе с ними пытаемся разного рода гипотезы валидировать. И, соответственно, все начинается с того, чтобы понять, какое количество населения где живет, где работает и как оно перемещается. И очень радостно, на самом деле, видеть, что многие регионы задумываются об этом. Это связано с комфортом жизни. Мы все хотим передвигаться по дорогам, по кратчайшему пути, не стоять в пробках часами. Понимание того, как население перемещается, и моделирование того, как оно могло бы перемещаться максимально комфортно, оно возможно только с помощью как раз вида сверху. Вид сверху, в нашем языке есть такое понятие, в других языках, как вид с расстояния птичьего полета. Мы видим картину с расстояния базовых станций. По сути, это инфраструктура, надстроенная над домами, на крышах домов, вдоль улиц города, которая позволяет снимать картину довольно точно. Чем мы выше видим эту картину в географии, то есть это 500 на 500 метров, грубо говоря, если город поделить на такие квадратики, мы увидим довольно четкую картину перемещения населения по этим квадратам. Где-то у нас будет густо, и тогда это, соответственно, горлышко, узкое место, которое нужно расшивать. И, скорее всего, это горлышко появляется, когда все просыпаются, едут на работу, и вечером обратная картина. Вот если к этой информации отнестись с пониманием экспертизы транспортной, то ситуацию в городе можно переначать и в лучшую сторону. И повторить опыт Москвы, трансформировать инфраструктуру за довольно короткий промежуток времени. Довольно короткий, можно сразу определиться, это где-то в пределах пяти лет. На самом деле стоимость данных может занимать не такую существенную часть по сравнению с остальными капитальными затратами. Но заплатить за данные и пройти этот период нужно просто потому, что тогда можно сфокусировано развивать инфраструктуру. На этом слайде как раз многое рассказано про инфраструктуру, про какие-то бюджетные мероприятия, про деньги. Но на самом деле все это по поводу человека, по поводу жителя. То есть всем нам хочется, чтобы жизнь была комфортной. И, соответственно, городоначальникам и тем, кто руководит крупными предприятиями, хочется, чтобы сотрудники добирались до работы быстрее, чтобы жители перемещались по благоустроенным улицам, чтобы жизнь была в целом комфортна, чтобы не было таких перетоков настеления несбалансированных из района в район, из городов, из разных регионов в регионы, чтобы, соответственно, жизнь была лучше. И мы понимаем, что есть востребованность в разработке разного рода аналитических инструментов, как раз не только маркетинговых, поскольку оператор ассоциируется в глазах пользователей, как поставщик симок, предположим, и какой-то рекламы. На самом деле оператор становится партнером для крупных предприятий и для крупных администраций, крупных городов, как раз с точки зрения всей этой проблематики, которую я обрисовал выше. Поскольку объектами анализа, может быть, как построение транспортных маршрутов, это цель, да, мы хотим удобно передвигаться, чтобы навигация была комфортнее, чтобы маршруты были связаны. Довольно часто в курортах, крупных даже, хотят видеть более сбалансированный, увидеть, да, какой профиль их посетителей. Есть понимание, что есть, скажем так, Росстат, который собирает с определенным регламентом какую-то информацию. Но есть понимание дыр в этих регламентах, есть понимание того, что это происходит медленно, не так, как хотелось бы. Это не камень в огород Росстата, все работают настолько, насколько могут, эффективно. Просто есть понимание, что есть другие источники информации, которые могут поставляться гораздо быстрее и, соответственно, больше отражать реальность фактическую. Вот в данном случае МТС, как оператор, научился это делать. Я бы не сказал, что мы магистры, да, в плане того, что мы достигли пика, достигли вершины, и дальше нам развиваться некуда. Всегда есть куда развиваться, отрасли, которые можно, отрасли, где применимы эти данные, их большое количество. И в настоящее время мы активно развиваем направление как раз туризма, потому что в туризме как раз востребовано такого рода данные. И транспорт. Направление, где это еще может быть востребовано множество, это миграционная политика, это, кстати, сельское хозяйство, это здравоохранение, все то, где есть большие данные в том или ином виде. Это, кстати, и среда, за которую отвечает Минпросвещение, это школы и детские сады, имея определенные источники данных, которые можно друг с другом сопоставлять, имея определенный ресурс вычислительный, можно довольно интересные гипотезы генерировать, валидировать и выдавать определенные инсайты вовне. И, соответственно, оформлять определенные стратегические материалы для того, чтобы каким-то образом трансформировать ту или иную отрасль в регионе, в городе, для того, чтобы она чувствовала себя более здоровой, экологичной, чтобы бизнес-процессы, выстроенные внутри отрасли, были более сбалансированными. Здесь я расскажу про, здесь видно на карте, основных заказчиков наших, с которыми мы пилотировали определенные решения, где были коммерческие заказы в том числе. Мы понимаем, что это, так скажем, половина России, их, да, в основном красненьким закрашено все, есть крупные регионы типа Якутска, Красноярского края, есть в территориальном, да, размерности в территориальной. Есть регионы поменьше в территории, но при этом население побольше, да, но в целом мы примерно с половины России за 19-й год уже поработали. До этого работали, как правило, с Москвой. Из Москвы исторически так сложилось, что в Москве самая густая сеть базовых станций у всех, это самый крупный город, самый густонаселенный город с большим бюджетом. Но мы понимаем, что остальные регионы тоже заинтересованы в том, чтобы делать жизнь лучше. И как раз радостно того, что мы расширяем нашу географию в отрасли геоданных и стараемся трансформировать жизнь в этих городах, в том числе в этих регионах. Здесь я расскажу про небольшой пример, который мы заметили, кстати, совершенно случайно. У нас была гипотеза, есть Алтайский край, регион, и в Алтайском крае есть Мертвое озеро, так называемое. Мы все знаем про Мертвое озеро в Израиле. Там есть свое Мертвое озеро, Яровое, которое соответствует по содержанию солей и других элементов Мертвому озеру, но оно менее раскрученное, менее популярное. Как правило, пользуется спросом только у жителей соседних регионов. В целом это не такой международный курорт, как Мертвое озеро в Израиле, но по сути своей этому курорту соответствует. Так вот, когда мы стали анализировать с точки зрения больших данных и геоданных ситуацию на этом курорте, мы осознали не только сезонность и динамику, количество посетителей по дням, но и увидели такую картину. Если мы посмотрим на правую часть этого слайда, то это тепловая карта, так это называется, и густым черным цветом помечена максимальная концентрация людей. Квадратики, из которых состоит, таких пиксельки, это квадрат 62,5 на 62,5 метра. То есть мы видим, что озеро, в принципе, довольно большое, рядом населенные пункты. Мы понимаем, что вот где черненькие квадратики, то там максимальное количество туристов. Мы сейчас смотрим на туристов, кто приехал из других регионов ради, в данном случае, оздоровительных целей. Там, где бежевая и так далее, там, где цвет, там, приобретает серый оттенок, то там нет туристов в принципе. Как такая карта тепловая строилась? Она строилась на основе данных, которые копились ежесекундно. То есть считайте, что то, что черненьким, это максимальная концентрация людей по суммам всех секунд пребывания этих людей в квадратах. То есть там, где население, туристы, прибывали меньше всего, соответственно, там цвет серый и бежевый. Там, где больше всего в секундах по сумме, там цвет черный. И это сумма всех секунд, в данном случае, по одному дню. Дальше мы увидели, что довольно часто проводится такой флешмоб на этом озере, когда можно просто лежать звездочкой. И чем больше людей соберется, соответственно, тем больше звездочек мы можем увидеть. Конечно, они все не носят мобильные телефоны с собой. Скорее всего, они не носят, когда плавают и лежат звездочкой. Но так получилось, что максимальная концентрация людей вдоль берега, это темное пятно, оно позволило нам увидеть максимальную концентрацию. Это все совпало с лежанием звездочкой на воде, как раз с этим флешмобом. Это было, по-моему, 19 июля. А что мы сделали после этого? Мы посмотрели инфраструктуру, которая расположена как раз вдоль озера. И увидели, что на самом деле там практически нет гостиниц. Там нет, как правило, такой чистой территории, свободной для того, чтобы можно было поставить палатку. И когда смотришь эту картину и читаешь, грубо говоря, как пользователь отзывы в Гугле, ты увидишь, что люди преодолевают максимальные какие-то препятствия для того, чтобы приехать на это озеро. И, по сути, провести такой оздоровительный отпуск. И вплоть до того, что селятся в каких-то, снимают какие-то очень плохие условия, какие-то сараи, ставят палатки в огородах среди огурцов, помидоров. И после этого еще идут 3 километра с детьми до озера. Ситуация патовая, но она, несмотря на все эти недостатки, говорит нам о чем? О том, что люди преодолевают все эти препятствия, едут массово на это озеро, и этот поток довольно стабилен. Это говорит о том, что люди хотят сюда приезжать, несмотря ни на что. Представьте картину, когда тот, кто отвечает за эту территорию, сможет создать инфраструктуру, которая позволит людям приезжать, отдыхать качественно. Все равно любой отпуск требует определенных вложений, инвестиций. И хочется, если вы согласитесь, ну, вы согласитесь со мной здесь точно, в России это особенно актуально, хочется платить рубль, какую-то денежку, и получать в итоге тот сервис, на который рассчитываешь. Довольно часто бывает, почему у нас многие уезжают как раз в другие страны, типа Греции, Турции, Кипра. Потому что есть понимание, что ты платишь определенную денежку, и в результате получаешь тот сервис, на который рассчитываешь, или даже чуть больше. У нас в России, на мой взгляд, потому что я тоже в России путешествовал, как пользователь, не буду выражаться, это не мнение компании, это мнение человека, как туриста, мое личное, что в России довольно часто путешествуешь и получаешь сервис, который не соответствует рублю вложенному в этот сервис, мной как пользователю. И поэтому часто такие поездки, они одномоментные. И, например, мы, жители, предположим, Центральной России, не только москвичи, но жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, редко можем себе позволить поехать на озеро Яровое, заплатить определенные деньги, получить тот сервис, на который не рассчитывали, или в Якутии, предположим. Поскольку билет в одну сторону стоит на одного к 40 тысяч рублей, получаем сервис, на который мы не рассчитывали, мы обжигаемся и стараемся такой опыт больше не повторять. Вот, а представьте, что операторы на этих территориях могут, зная вот эту информацию о распределении населения, о туристах, как туристы посещают территорию на локации, смогут какие-то узкие места расшить, оптимизировать инфраструктуру, вложить какой-то рубль, сделать жизнь на этой территории комфортнее, как и для жителей, так и для туристов. Таким образом, мы можем внутри нашей страны создавать определенные точки роста. Почему туризм интересен как направление? Туризм – это не просто про отдых, хотя это важная часть туризма. Туризм – это про очень многие сервисы и про инфраструктуру, которая непосредственно связана с туризмом. Это и строительство домов, да, это и строительство дорог, это правильное понимание этих развязок и туристических маршрутов. То есть это понимание того, что в этот бизнес на самом деле втянуто очень много компаний, как строительных, так и туристических, да, и компаний, связанных с питанием. Соответственно, в этих индустриях работает большое количество людей. Мы как компания не считали, конечно, но это, в принципе, статистика доступная, какое количество людей в этих сферах работает. Мы поймем, что, в принципе, облагораживание и улучшение ситуации в туризме в целом и нахождение максимального количества точек роста внутри, да, России, для того, чтобы и зарубежные туристы приезжали сюда, вкладывали свои деньги. Вот понимание того, что таким образом картину мира в России, да, можно улучшить туризм, да, оно приведет к тому, что улучшится жизнь многих людей, которые с этой отраслью связаны, и таким образом повысить, соответственно, уровень жизни этих людей. И в данном случае мы говорим не только про, как обычно, да, про исторически сложилось, про Москву, поскольку все денежные потоки там идут через центр, через центр страны, да, через Москву, но и про возможность развития инфраструктуры и улучшения уровня жизни в регионах, которые имеют на самом деле не финансовую, не промышленную специфику, а такую аграрно-туристическую, рекреационную. И таких регионов в России много. И я не ошибусь, если скажу, что они активно смотрят как раз в сторону потребления такого объема аналитики, как я вот показал на примере Алтайского края, для того, чтобы понять, какие узкие места расшивать, и, соответственно, в дальнейшем как это сделать, соответственно, оптимизировав расходы регионального бюджета, запросив определенную помощь на федеральном уровне. Таким образом, сформировав внутри своего региона точку роста, которая позволит привлечь туристов из других регионов и повысить, соответственно, уровень жизни жителей в этом регионе. Это очень хорошая, большая задача. Если мы говорим про не только центральную часть, серединную часть России, но и Дальний Восток, у нас был пример с Амурской областью, и пример был довольно такой интересный, гибридный, поскольку там коллеги, наши заказчики попросили посмотреть не только туристическую отрасль, да, как распределяется. Регион довольно интересный, граничит с Китаем, где-то на 700 километров общая граница. И было понимание, что очень много китайских жителей приезжают, китайцы, да, приезжают в Амурскую область, на какое-то время останавливаются, уезжают. Как правило, там граница довольно плотная, по сути, несколько километров там пешком, или там на автобусе буквально, да, и ты уже из Китая попадаешь в Благовещенск. Китайские, соответственно, туристы или там торговцы скупают в больших количествах все то, чего нет в Китае, по сути, это знаете, как исторически Россия развивалась, так и до сих пор. С спросом требуются какие-то ювелирные украшения, там пушнина, разного рода меха. Так в том числе вот сейчас продолжается эта тенденция, когда китайские торговцы закупают с баулами вот эти товары, приезжают обратно, продают с некой наценкой, да, у себя уже на родине. Но было интересно то, соответственно, в каких объемах приезжают посетители из Китая, поскольку мы, как оператор, когда иностранный гость пересекает границу, мы направляем сообщение о том, что не хотите ли там воспользоваться услугами МТС, мы рады, что вы с нами. Как правило, иностранные туристы пользуются услугами, то есть они переходят в роуминг, его покупают в симку, и по коду, соответственно, абонента можно понять, из какой страны он прибыл. В данном случае мы смогли оцифровать поток китайских туристов или торговцев, посмотреть, какое количество людей, в принципе, наших граждан, да, туристов, аллоцируется в каких местах, в каких точках притяжения. Ну и еще посмотреть на такую трассу R-297 Амур, которая имеет определенную специфику. Это довольно протяженная трасса, она составляет где-то 2000 километров и затрагивает несколько регионов, в том числе Амурскую область, насквозь ее проходит, федеральная трасса где-то 700 километров, ее протяженность в границах Амурской области. И задача была как раз посмотреть, а кто проезжает транзитом по этой трассе. Задача была, на самом деле, такая нетривиальная. Мы нашли решение этой задачи. Отсвуровали транзитный поток. А чем транзитный поток интересен? Он есть, на самом деле, во всех регионах России в большей или меньшей степени. Транзитный поток – это люди, которые, соответственно, проезжают транзитом, не останавливаются практически в регионе, не на сколько. Может быть, на заправках заправиться и перекусить. Это у вас, как правило, большие туристические какие-то автобусы, может быть, дальнобойщики, какие-то логистические компании. Вопрос в том, что такой поток есть, это факт. В разных регионах по-разному. Но этот поток может быть чем интересен? Тем, что оцифровав этот поток, осознав, откуда люди перемещаются и куда, можно, соответственно, наладить инфраструктуру таким образом, чтобы люди, которые используют эту трассу, оставляли в регионе определенную денежку. Первое – это ввести определенную пошлину на въезд по территории. Б – это построить определенные карманы, определенные вдоль дороги, определенные закусочные, рестораны. Как раз подтянуть определенный бизнес к этому направлению, обслуживание транзитного потока, по сути. И «Ц» – это возможность конвертирования транзитного потока в экскурсионный поток или в туристический поток. Мы понимаем, что, например, каждого сотого человека, процент 2-3 процента от транзита можно конвертировать в туристический поток целевой. Один раз напомнив о том, что заезжаете в Благовещенск, грубо говоря, тут есть что посмотреть и прочее, один раз проедешь по трассе, обратишь внимание, в следующий раз, может быть, даже и заедешь в Благовещенск, сделаешь небольшой крюк и оставишь в экономике города определенную денежку. Довольно хорошая задача, довольно интересная. То есть транзитный поток, его тоже нужно оцифровывать, он существует. Наряду с маятниковой рабочей миграцией, вахтовой службой и прочее, в Амурской области тоже довольно развиты. Вахтовая служба. Понимание того, как разные сегменты населения существуют, как живут, где работают, в том числе транзитный поток вахтовой, маятниковой рабочей миграцией. Это все очень важно для выстраивания правильных процессов между регионами, внутри регионов и так далее. Кстати, вот на этом слайде я бы хотел рассказать о том, что есть, как вы знаете, Ярославская область, Ярославская область входит в Золотое кольцо России, так называемое. И есть статистика Росстата, есть статистика мобильного оператора МТС. И Росстата, знаете, как собирают картину о туристах, информацию о туристах? Это, как правило, данные гостиниц. То есть гостиница говорит, что в такой-то момент времени, в такой-то день, в такой-то месяц заехало такое-то количество туристов. Но при этом, конечно, скорее всего, не спрашивается информация возраста, пола, дохода, откуда приехали, с какой целью приехали, надолго ли приехали. То есть вся эта информация о гостинице не располагает, Росстат, соответственно, тоже. И довольно часто, я уже не говорю о том, что есть такие сервисы, как Airbnb, где люди останавливаются миной гостиницы, частные апартаменты. В последнее время развит экотуризм, люди не останавливаются нигде, кроме как в палатках. И такого количества, такого плана туристы, они не засвечиваются. Регион рассчитывает, скажем так, на определенную пропускную способность. Есть понимание бюджетных каких-то денег, которые тратятся, каких-то социальных процессов существующих, в том числе гостеприимства. Какое количество мест нужно иметь свободными, чтобы принять такое-то количество туристов, такое-то время пиковое, возможно. И мы понимаем, что вся эта картина, она может рушиться просто потому, что фактически те, кто отвечают за те или иные мероприятия в регионе, они фактическую картину-то и не видят. То есть не видят некий срез, некую однобокую статистику, которую может предоставить Росстат. Просто потому, что таким образом данные собираются, и нового образа не придумано. Но если мы увидим фактическую картину, то туристов на самом деле в Ярославской области в три раза выше, чем Росстат диагностирует. Но о чем это говорит? С точки зрения прикладных вещей и социальных процессов, это совершенно другой объем туристического потока. Это первое. Второе. Мы говорим про пропускную способность региона. Способен ли регион в понимании гостиниц принять такое количество людей? Оказывается, что способен. Они каким-то образом находят места, где могут расселиться. Вполне возможно, что делают это не всегда экологично для региона, оставляют после себя определенный след экологический. Но понимание этой картины, о том, что есть такой поток, он действительно в три раза превышает тот поток, о котором имеет представление местная администрация, эта картина открывает глаза на реальность. И с этим уже можно многое сделать. Мы можем как раз и посмотреть на геоданные, посмотреть, как туристы распределяются на территории в дневное время, ночное время, выявить какие-то пиковые ночные локации, в дневные локации, построить туристические маршруты. Если мы видим, что в течение дня в нарезке, если день нарезать на определенные мероприятия, на определенные 30-минутные интервалы, то мы можем увидеть, что есть определенные жирные такие точки, которые находятся недалеко друг от друга, и, соответственно, это определенный туристический маршрут. И что самое интересное, что этот туристический маршрут может быть не связан. Он может быть в принципе не предоставляется никакими туристическими организациями и прочее-прочее. Это сами туристы гуляют, смотрят какие-то локации, которые им интересны. И таким образом мы можем наследить фактическое перемещение населения. А вот здесь, кстати, довольно неожиданно, но я бы хотел сделать такое отступление и рассказать о том, что когда я готовил эту презентацию, то мне почему-то в голову пришла такая идея, что знаете, как в дизайне довольно популярен такой термин, что применительно к веб-интерфейсам и приложениям, что лучший дизайн – это тот, который мы как пользователи не замечаем. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы не любим, как пользователи, когда, выражаясь словами дизайнеров, что-то кричит нам в глаза. То есть когда какие-то элементы отвлекают наше внимание на себя. При этом это не нужно. Когда кнопки большие и яркие, когда дизайн вырви глаз, как говорится. Мы любим, когда все было бы органично, чтобы мы пришли в три кнопки, в три нажатия, получили ровно то, что нам нужно, получили хороший опыт и вернулись к этому сервису еще раз, когда нам это потребуется. Так вот, я о чем? Что довольно часто есть понимание, поскольку мы на социологической конференции, есть понимание опросов. Есть понимание, что опросы – это отдельное искусство, как опросы проводить, чтобы они были правильно структурированы, чтобы не было перекосов в туриную аудиторию возрастную или молодежную, в зависимости от целей, конечно, опроса, чтобы выборка была сбалансирована и так далее. Это требует определенного искусства. Это требует искусства во время проведения этого вопроса, просто потому что нужно, а, вопросы задавать объективно правильно, чтобы у респондента, скажем так, не было предубежденности какой-то или склонности ответить ровно так, как вы хотите, чтобы он отвечал, чтобы он чувствовал себя свободно в этом ответе своем. То есть это требует определенного искусства, это здорово, что такое направление существует. Но когда мы смотрим на большие данные, геоданные, и здесь я проброшу мостик с дизайном, нам не нужно опроса проводить. То есть мы видим фактическое поведение населения, это крашей слов, когда мы видим, как население перемещается, это связано с благоустройством и с туризмом. Про благоустройство хотел бы рассказать, что есть такая задача, благоустройство территории, и многие регионы промышленные исторические, например, Челябинск, Магнитогорск, они в настоящее время сталкиваются с этой задачей в полный рост, потому что очень много промышленных площадок, но очень мало мест, где люди после работы могли бы отдохнуть. И возникает задача создания определенных рекреационных зон, общественных пространств. А где их создавать? Скорее всего, как раз там, где люди проводят большее количество времени ночью, в вечернее время или утреннее время, по дороге на работу. Соответственно, не имея данных, геоданных, больших данных, вот эту историю невозможно понять. А имея такую предысторию, понимание, как фактически население распределяется, где оно проводит время вечером, топовые какие-то локации, сопоставление с рекреационными зонами, там есть или нет, может, там скамеечка стоит и пара деревьев, а там концентрируется довольно большое количество людей. Это значит, что надо добавить большое количество, большее количество скамеек, да, большее количество деревьев насадить, для того, чтобы жители могли комфортно проводить время. Когда мы проводили аналитику с этой точки зрения и смотрели на ситуацию в Челябинске и, предположим, Самарской области, мы увидели, что на одного человека в Челябинске приходится в три раза меньше зеленой территории, каких-то общественных пространств зеленых, чем в Самарской области. На самом деле, наличие таких зеленых зон напрямую связано с ощущением достаточности, с уровнем жизни, то есть желанием оставаться на этой территории, с комфортом жизни. То есть, имея такое понимание, где территорию развивать с точки зрения благоустройства, да, на основе больших данных, не проводя на самом деле социологические опросы, можно коренным образом ситуацию изменить буквально за год. Сделать так, чтобы жителям было интереснее оставаться на этой территории и не уезжать там, не мигрирует в другие регионы или другие страны, да. Коллеги, я заметил, что у меня сейчас не время закончится, а батарея на аккумуляторе, да, батарея скоро сядет. Я, наверное, в какой-то момент переподключусь, скорее всего, на ответ на вопросы. Дальше я бы хотел пробежаться по небольшим, если да, позволите, буквально на 5 минут. Да, да, да. Дальше я бы хотел рассказать про некую аналитику, которую мы делаем. Это больше такая писательная статистика, некие дешборды, да, так называемые, когда мы синтезируем информацию на одном слайде и показываем нашим заказчикам, клиентам, с которыми мы работаем, например, какой поток туристов, поскольку про туризм говорим, это такая довольно динамичная, кстати, очень динамично цифровизируемая отрасль. Неслучайно ей очень много посвящено в этой презентации места, да. Вот в данном случае это пример города, даже не города, а небольшой территории, Свиярск, это древняя такая, не древняя, да, я бы сказал, средневековая крепость, которую построил Иван Грозный перед завоеванием Казани с третьего раза, да, когда ее завоевывал, именно вот Свиярск он и построил, такой некий привалочный пункт. На сегодняшний момент одна из топовых территорий Казани, которая привлекает большое количество туристов. И, соответственно, нас попросили оцифровать этот туристический поток и понять сезонность его, когда максимальные пиковые там приезды туристов, кто приезжает, какое распределение возраста, пола, доходов, чем они интересуются и так далее. То есть, когда понимаешь вот на одном слайде, грубо говоря, такую информацию, то можешь совершенно по-другому взглянуть на эту локацию, на эту территорию, придумать какое-то количество сервисов, которое будет востребовано у этой аудитории и уже привлечь, соответственно, еще большее количество людей, которым интересно сюда приезжать. Есть и другие примеры. Здесь Чеченская республика, когда мы увидели огромный поток транзитный, который проходит по территории, то есть, по сути, где-то 900 тысяч человек проехало с августа 2019 по февраль 2020 Чеченскую республику. Из них туристический поток – это некий фрагмент, 5-10% от силы. В основном это транзит, который проходит из соседних регионов в другой регион, из Дагестана в основном. Так, Вадим нас покинул, но сейчас мы дождемся его переподключения. Вы пока подумайте над вопросами. Вот я вижу, здесь с нами присутствует Владимир Алексеевич Ионцев, заведующий кафедрой демографии. И вот то, о чем сейчас Максим говорил, очень полезная для нас информация, как можно вообще изучать внутреннюю миграцию, изучать миграцию иностранных граждан территории по данным сотовых операторов. Вот я даже, наверное, раскрою небольшой инсайт. Мы уже встречались с коллегами из МТС и обсуждали вообще возможное взаимодействие. Как здесь мы можем подключиться именно с нашими миграционными компетенциями, с логическими компетенциями. Что можно здесь делать? То есть первый шаг вот такой коллаборации. Это довольно перспективное направление, и нам здесь надо подключаться, по крайней мере, заниматься каким-то коллаборатом, общаться, приглашать сотрудников, специалистов из МТС, и не только МТС, а от компаний телекоммуникационных, чтобы обмениваться, во-первых, опытом, а во-вторых, получать от них самые главные для нас данные о количестве, в социальном составе, об уровне доходов, например, трудовых миграторов. Я знаю, что определенные данные есть еще у банковской сферы, но там они защищены, правильное слово, наверное, используют, не защищены, а их получение ограничено законодательством, и там вот эти ограничения еще строже, чем в телекоммуникационной сфере. Но в любом случае, в наших условиях, когда реально мы не знаем, не только в нашей стране, но вообще вот и в европейских странах, до конца нет понимания, сколько вообще мигрантов находится на территории страны. Данными текущего учета это практически невозможно охватить, и очень большой разлет в оценках. А вот данные, большие данные по тем же самым иностранным гражданам, находящимся на территории РФ, они позволяют, ну, как-то, нам уточнять эту информацию, давать ее более точно. Да, все отлично. Прошу прощения за заминку еще раз так. Даже у операторов проблемы бывают в онлайн-связи. Да. Так, мы остановились на этом слайдике, правильно? Так, все верно. Видно, да? Все отлично, хорошо. Здесь мы на примере посмотрим, увидели, что довольно большой поток проходит именно транзитный. Это возвращаясь к диалогу о том, что с этим транзитом, на самом деле, это не зло. Довольно часто это добро, просто нужно как-то эти данные уметь использовать, да, и предлагать какие-то услуги, сервисы для того, чтобы, может быть, там, монетизировать этот транзит, как бы это ни звучало, да, но в том числе, вот. И, соответственно, как-то с этим, с этими потоками, которые существуют на территории, поскольку мы все, значит, в разных категориях населения пребываем, да, кто-то там приезжает на работу из другого региона, соответственно, там живет, в данном случае, если не уходить далеко от примера Чеченской республики, то я могу как житель, да, жить в Дагестане, но при этом у меня рабочая локация может быть Чеченской республики или там совершенно в другом месте, я просто транзитом проезжаю. Такие социальные процессы, они существуют, протекают. Единственное, на мой взгляд, не масштабно это оцифровать. Сейчас есть такая возможность, имея определенные данные исторические, и которые копятся на самом деле ежесекундно, к этим социальным процессам в больших таких объемах на уровне регионов и даже страны, да, подойти и как-то их оцифровать. Это вопрос, кстати, следующего слайда, ну, вопрос следующего слайда больше про оцифровку как раз миграционных потоков, не только межрегиональных, но и межстрановых. Довольно часто приезжают к нам в страну не только туристы, но и работники, рабочая миграция, которая вахтовым способом, да, как-то работает в наших разных регионах, нефтегазовых, предположим, да, там, или в Москве очень много мигрантов, на самом деле. Скорее всего, это не скорее всего, даже точно гораздо больше, чем то, что может фиксировать МВД. Ну, вот, имея данные о фактическом поведении и понимании того, из каких стран приехали, в данном случае рабочая миграция, да, из каких стран она проистекает, и возрастной состав этой миграции даже, если есть определенные данные, накопленные об абонентах, можно очень много интересного рассказать о сути такой рабочей миграции, да, из других стран, из стран СНГ, в том числе по и приземлительно определенной локации внутри города, если мы говорим про Москву, и таким образом выявить крупные там стройки, да, какие-то там промплощадки, где мигранты концентрируются, увидеть какую-то там вахтовость, да, внутри этих потоков, если смотреть по времени и так далее. Здесь я бы остановился, но в конце вот я почувствовал, что не хватает какого-то резюмирующего слайда. Я бы резюмировал это словами. Во-первых, хотел бы сказать, что с учетом того, что мы прошли определенную цифровую трансформацию, вот с чего я начал на первых слайдах, да, когда мы стали пользоваться приборами совершенно другого уровня, когда мы не говорим про, когда там 15 лет назад мы разговаривали про полифонию, да, сколько у тебя звуков, помните такие разговоры, да, у меня там 16 звуков, у меня 32, да, это все осталось в прошлом. Это даже не вопрос, это уже, скажем так, неприлично задавать такие вопросы, если телефоны стали гораздо умнее, чем они были, соответственно, возможности взаимодействия с окружающим миром, они расширились, соответственно, данные, которые мы оставляем о себе, они увеличились в объемах, и все это позволило делать не только услуги, да, удобнее для конечного пользователя, но и применять эту информацию таким образом, чтобы жизнь там на территории, поскольку мы все на территории какой-то определенной живем, да, чтобы эта жизнь была комфортнее, лучше, завтра лучше, чем сегодня, ну и так далее, да, чтобы мы не деградировали, а развивались, чтобы там картина через 5-10 лет была там гораздо лучше, чем сегодня. Соответственно, такое порционное применение больших данных в государственном управлении, оно никогда не помешает, наоборот, сделает картины мира объективнее, и поможет глаза раскрыть на многие вещи, это довольно важный такой этап подготовительный, да, ресерч, он должен быть всегда. Следующая мысль, что большие данные непосредственно связаны с социальными процессами, которые протекают на территории, и это не только то, где мы живем, работаем, это первый пласт информации, да, но есть понимание того, что многие сегменты населения есть, скажем так, что есть не только там 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 работа, да, но и разное фактическое понимание поведения населения. Кто-то живет там в Ленинградской области, но при этом вахтовым методом работает там в Татарстане, да, или там в Тюменской области, или в Амурской области. Может быть, обратная ситуация. Кстати, когда мы делали большой проект для Росстата, Росстат задумался над тем, чтобы приобрести большие данные, не напрямую, да, через посредника, там был конкурс довольно большой, и посмотреть о фактическое распределении населения на территории. Выявились довольно интересные тенденции, в том числе с фактовым методом работы, когда выяснилось, что очень много, там, много в процентах отношений, да, мужчин из Дальнего Востока, из Уральских властей, да, вахтовым методом существуют, там, живут, да, работают в центральной части России. И наоборот, такие тенденции, они есть. То есть не все там едут, только в Москву, есть много регионов, где люди вахтовым методом работают. Из центрального федерального округа, регионов, которые в нем находятся, многие мужчины, женщины, уезжают на работу, там, соответственно, там, в Теменскую область, предположим, да, в Ханты-Мансисии округ, и там находят, там, применение своих сил, да, там, зарабатывают деньги. На самом деле процессы разнонаправлены, и с точки зрения больших данных, очень много такого поведения населения можно оцифровать и увидеть, да, и сделать как-то жизнь в данном случае лучше, да, как-то регулировать эти процессы. Можно как раз и заняться-то и миграционными процессами, когда мы говорим не про маятниковую рабочую миграцию, а про миграцию из стран СНГ в Россию, да, чтобы посмотреть, где население, вот, те, кто приезжает работать, оно наиболее активно, где люди зарабатывают деньги. Вполне возможно. Не стану, не станем этого отрицать, что значительная часть таких потоков, оно может быть в серой зоне, да, может быть, там, нелегальная миграция. Заниматься этим надо. И как раз вот данные оператора, данные поставщика больших данных, да, и аналитики, кстати, настроенные сверху над этими данными, может такого рода проблемы или задачи решить. Вот это, кстати, применительно, кстати, к нашей теме разговора можно сразу сказать, что в будущем, вот это сто процентов, будут востребованы специалисты, которые умеют, имеют экспертизу с точки зрения социологии, да, и специалисты в то же время, да, имеющие опыт анализа больших данных. То есть это некий социолог бигдата, да, который может анализировать процессы межрегиональные или внутрирегиональные с применением алгоритмов, там, анализа больших данных, имея вот эту экспертизу, именно базовую, да, как социолога. На этом я бы хотел завершить, да, свое выступление, да, и перейти, может быть, к вопросам. Вадим, большое спасибо. Слушайте, вот у меня, если можно, я начну, есть несколько вопросов в чате. У меня есть несколько пока. Значит, первый вопрос. Ну, хорошо, вот примерно понятно, как мы получаем, собираем данные по абонентам МТС. Как у нас происходит интеграция с другими сотовыми операторами? МТС может получать данные о активности вот абонентов Билайна, либо Мегафона, либо Телету? Очень хороший вопрос. На самом деле, в точку, просто потому, что операторы друг с другом, ну, оператор каждый, да, знает лучше всего своего клиента. Это первая отправная точка. Вот. А второе, каждый оператор знает примерно, какое количество клиентов, ну, это зависит, конечно, от анониметических способностей команды, да, внутри компании. Но каждый оператор примерно знает свою долю в том ином регионе. Вот. И отстройка идет как раз от этого. Следующий момент, агрегировать данные, здесь уже, если мы говорим про другие данные, да, данные других операторов, здесь возникает вопрос агрегации этих данных. Поскольку все существует во времени и пространстве, вот агрегация этих данных – это отдельное искусство, связанное с тем, что, чтобы не задублировать людей, да, не размножить их во времени там и в пространстве. Проблема двойного счета. Конечно, конечно. Почему это связано? Просто потому, что у нас есть девайсы, вот я вернусь к третьему слайду, там, 17-й год, последний, да, на этом слайде был. На самом деле сейчас 21-й год, как мы знаем, и технологии на месте не стоят, очень много двухсимочных телефонов, мультисим-устройств. И мы проводили внутренние исследования и понимаем, что процент таких телефонов – это где-то 40% по абонентской базе. Это двухсимочные телефоны. Вы представьте себе картину, когда мы, как оператор МТС, знаем, что у нас есть 40% абонентов с двумя симками, и что там какое-то количество из них используют симку другого оператора. Соответственно, другой оператор знает, что вот у него там тоже какое-то количество абонентов с устройствами, которые поддерживают там две симки, при этом из них там такое-то количество с симками этого оператора, да, и возникает вопрос, а как вот одно с другим сметчить, да, чтобы не было дублирования людей? Одно дело задублировать… Маш, отключите, пожалуйста, этого товарища, да что ж такое? Да, хорошо, я его еще. Ну, тролль, кстати, рисует это картовое соединение. Я, по крайней мере, понял, что, наверное, к этому идет, когда кружки друг с другом пересекаются, да, и образуют некую форму. Это, опять же, почему нельзя складывать количество сим-карт. Вот очень хорошая иллюстрация, почему нельзя складывать количество сим-карт, потому что это на самом деле две совокупности во многом на 90% пересекающиеся. Вот, а теперь представьте ситуацию, когда мы анализируем картину во времени, да, что мы можем во времени раздублировать людей, мы можем в пространстве раздублировать людей. Вот, когда там все двухсильмочники решат вдруг посетить какую-то конкретную локацию, сидеть недолго. Вот, а вдруг потом вместе перетечь, да, куда-то. А в какой-то локации их может быть гораздо меньше. Ну, вот, я просто тролля сложно не заметить, когда он рисует на экране. Ну, в принципе, да, он был прав. Не только так он видит эту картину. Наскладывать там простым перемножением людей это будет неправильно, просто потому что есть технологии, которые не только двухсильмочные девайсы, да, но и мультисим, когда можно вплоть до 20 симок на одной иметь, да, там, по сути, 20 номеров, да. Вот, такого рода технологию нужно уметь отфильтровывать. Я не говорю даже о том, что есть такое понятие, как айот, да, когда, ну, это интернет вещей, есть понятие телеметрии определенной, которая существует на территории. То есть, по сути, это устройство, умные устройства, да, которые посылают сигналы, как-то взаимодействуют с окружающим миром. Те же там, не знаю, светофоры, да, там, светильники умные какие-нибудь, там, шлагбаумы, чайники, умные холодильники. Вот эта вся технология, которая развивается, все умные девайсы, они тоже существуют, они тоже посылают там сигналы в сеть, да, они довольно активны, и с течением времени они будут все умнее и умнее. К слову, там, о, там, ML, UI, да, искусственном интеллекте и прочее. Есть такое понятие межмашинное взаимодействие, взаимодействие человек-машина, то есть мы не только друг с другом взаимодействуем, мы взаимодействуем с девайсами, с устройствами. Например, шлагбаумы, да, шлагбаумы взаимодействуют с шлагбаумами, шлагбаумы взаимодействуют с машиной, которая заезжает, да, на территорию, там, считывает, там, датчик, да, открывается, там, шлагбаум поднимается, да, там, заоткрывается. Вот все это нужно уметь отфильтровывать, понимать, что там, предположим, нет человека, это не человек, который открывает шлагбаум, это он открывается сам по себе, поскольку датчики видят друг друга, там, взаимодействуют друг с другом. То есть это все понимание, оно необходимо для того, чтобы выйти на конечного, там, абонента, да, на конечного жителя и понять себя, вот, как человек взаимодействует с окружающим миром, какие социальные процессы здесь существуют. Вот задача выйти на конечного абонента, она как раз очень важна. Сразу в продолжение вопрос, вот, в чате спрашивают, а в реальности, вот, уровень дохода, насколько реально через ваши данные получить? Мы можем как-то, не прямые, например, может быть, косвенные есть какие-то, замоделировать, что-то можем? Очень хороший вопрос, на самом деле, он уже решен, МТС решал этот вопрос для того, чтобы предоставить качественный контент, да, и сегментировать свою аудиторию, чтобы, ну, в том числе тарифную сетку как-то выстраивать и прочее, прочее, да, это исторически развивалось. В данном случае существует модель машинного обучения, которая потребляет больше ста разного рода источников, это только прямые, там, источники, есть косвенные источники, их там около тысячи разных параметров, которые выдают вовне определенная картина мира, скажем так, определенные доходные категории. И мы понимаем, что модель калибруется из года в год, она настраивается, чем больше источников она потребляет, информация разнородная, да, тем лучше она выдает результат. Мы по себе сравниваем, сравниваем результаты по МТС-банку, МТС-банк входит в структуры компании МТС, понимаем, что, да, данные, они репрезентативны. Года три назад, может быть, это было менее репрезентативно, чем сейчас, да, поскольку модель постоянно калибруется, настраивается сейчас, она действительно соответствует фактической ситуации. И вполне возможно, что не всегда это будет соответствовать видению местных региональных властей. Почему? Потому что есть понимание минимального прожиточного какого-то минимума, да, ну, сдублировал, но есть такое понятие прожиточного минимума, МРОД, да. И что часто там, в том числе даже средняя зарплата по региону, она может быть на бумаге завышена, фактически она может быть ниже и наоборот. То есть население может жить более, там, с большим достатком, потому что зарабатывает, предположим, в других регионах, да, вахтовым способом, и не работает или числится безработным на территории домашнего региона, да, где проживает. То есть ситуации могут быть совершенно разные. Вот то, что написано в документе, да, она существует как в разных единицах, так как это может существовать там, МРОД, да, или средняя зарплата по региону. Та картина, которую мы видим, мы, как оператора, она очень отличается, может сильно отличаться как в одну, так и в другую сторону. Вот, скажем так, от документа, да, который лежит в основе для принятия решения на текущий момент, там, перед глазами роднозначальника, да, любого... Вадим, я прошу прощения, вас перебиваю, потому что это важный вопрос. А вот ваше оценочное экспертное мнение, как физлица, если можно, чаще в какую сторону отличается от средней заработной платы Растата? Чаще в последнее время, я вот как пользователь этих данных заметил, что чаще в большую сторону. То есть, в реальности получают люди больше, чем средняя, вы видите, по региону, по ощущениям? По ощущениям, поскольку мы, скажем так, ближе к теме туризма, предположим, да, чаще, если раньше у нас были, скажем так, основной поток людей, которые зарабатывают от 30 до 45 тысяч рублей, да, туристов, то есть, скажем, и даже меньше, да, это такие, скажем, условные студенты, молодые специалисты. Сейчас мы видим, что фактически это население, которое зарабатывает в среднем где-то в районе 70-100 тысяч рублей или даже больше, то есть, это такой самодостаточный сегмент, который может себе позволить в действительности тратить определенные деньги на территории, покупать какие-то продукты, условия. Вадим, но тут тоже момент, все-таки граница закрыта, да, и у нас активизация внутреннего туризма сейчас, в последний год особенно, может быть, еще с этим связано, что структура потока поменялась, потому что направления поменялись. Да, Александр, это валидная гипотеза, оно действительно может быть с этим связано, но также я понимаю, что это может быть связано с тем, что данные стали лучше, то есть, данные обогатились, тест-банк развивается, база потребителей услуг тест-банка тоже развивается, то есть, модель становится лучше, мы лучше понимаем своего клиента. и таким образом, и данные, соответственно, становятся более верифицированы, да, и если мы говорим про жителей, не только туристов, то по жителям тоже картина такая, но опять-таки она разная в разных регионах. Вот мы Приморский край смотрели, и там картины мира немножко, скажем, на бумаге завышены, чем фактически мы видели, да, там, год назад, правда, нужно еще раз промодерировать эту историю. Ну, там как раз у нас был диалог по поводу того, как наша модель считается на основании этих параметров и прочее, прочее. В Москве, не знаю, то есть, каждый регион он специфичен, он свой, да, его нужно в отдельности рассматривать. Страна большая, богатая, и Сахалин, предположим, Камчатка, совершенно не равно, и не одно и то же, что Калужская область, все совершенно по-другому. И географически, это обусловно, да, и, в принципе, социальные процессы совершенно другие. Это нужно учитывать. То есть, всех под одну гребенку, под какой-то регламент, очень сложно причесать. Всегда должен быть какой-то индивидуальный подход к каждому региону. Вот еще вопрос. У нас очень хорошие партнерские отношения с Ижевском, с Педморьки, и у нас подключена Наталья Сергеевна, лодыжица, доктор наук, социолог. И вот у нее вопрос. Ну, во-первых, мы, да, во-первых, региональный управляющий МТС кандидатологических наук, вот Наталья Сергеевна пишет, это первое, в общем, где мы должны по взаимодействию. А второе, сколько вообще стоят такие исследования? Вот если можете, я понимаю, что коммерческие ограничения у вас есть, но вот хотя параметры какие-то. Сколько может стоить такое исследование для, например, ну, не для муниципалитета, а, допустим, для, там, республики, либо области? Александр, хороший вопрос, да, но я начну с того, что разного рода исследования бывают, ну, по объему, да. Кто-то говорит, вы знаете, мне достаточно двух цифр, чтобы отволютировать какие-то свои гипотезы. Вот, но чтобы эти две цифры собрать, конечно, нужно иметь какую-то, ну, предысторию, да. Даже если мы говорим об агрегате в две цифры, они могут стоить, там, несколько миллионов рублей. Гораздо интереснее, когда регион к нам приходит и говорит, вы знаете, у меня есть определенные гипотезы, которые я хочу провалидировать, как это можно сделать. Мы, соответственно, выясняем, проводим определенные исследования совместные, да, там, вырабатываем тех требований. И, в принципе, ценник в среднем, да, может составлять примерно 3-5 миллионов рублей для региона. Есть регионы, все зависит от того, все зависит, да, все зависит от того, какое количество людей проживает на территории, какое количество базовых станций размещено. То есть, чем регион больше, чем больше людей и процессов протекает внутри региона, тем, соответственно, больше нагрузка на мощности, там, кластерные, да, и там, вычислительные, тем, соответственно, ценник выходит больше для конкретного там потребителя, да. Но главное, чтобы, мы всегда говорим, главное, чтобы эффект был, чтобы эти данные действительно были востребованы, и чтобы какие-то решения принимались на основе этих данных. Мы видим в последнее время большой рост вот этого спроса, да. Кто-то пытается данные пощупать, понять, как с этим вообще, в принципе, пользоваться, да, это ими дают про региональные власти разного рода регионов. А кто-то сразу приходит с пониманием уже выверенным, четким, вы знаете, там нужно вот это, вот это, вот это и вот это. Почему? Потому что мы знаем, как эти данные использовать и, соответственно, валидировать свои стратегии развития, да, региона. То есть клиенты разные. Хорошо, что глаза в сторону больших данных открываются, все понимают, что это тот источник, мимо которого пройти, тот инструмент, да, мимо которого пройти сегодня нельзя. Использовать этот ресурс надо. Владимир, спасибо большое. Я помню, что вам в 13 на мной нужно завершить. Опять же, если вы позволите, то либо я, либо, если можно, вы сами напишите в чат какой-нибудь мейл для связи, возможно, у ребят появятся еще вопросы, и если вам будет несложно, то, если, опять же, позволит вам время и так далее, ответьте, либо, может быть, мы еще раз соберемся, если их будет действительно много, и мы поймем, что такая встреча нужна, может быть, мы еще раз соберемся в какое-то время в таком формате. Да, конечно. Конечно, я оставлю свой мейл, наверное, вам, да, или могу сейчас написать. Да, если можно, в чат напишите тогда. Давайте, давайте, да. И будем на связи, конечно, если необходимо будет, и отдельные встречи проведем еще раз. Надеюсь, что тема живая, она откликнулась внутри многих. Ну, во-первых, она очень, ну, живая, да, она очень актуальна, потому что мы вот и в предыдущей лекции слушали очень много больших данных, а вы непосредственно человек, который занимается большими данными, аналитикой больших данных, поэтому понимаем, что за этим будущее очень много вызовов, сейчас очень много в этой тематике, поскольку, ну, мы в начале пути, и там перспектив очень много для роста.